Из-за коммунальной аварии в городе появилось сразу 7 фекальных озер. Запах стоит неимоверный, сероводород хуже, чем вот когда в аэропорт едешь, сульфат оранжет дуло. Все, сейчас вот здесь практически невозможно находиться. Это стоки канализационные, неочищенные, стекают вот в эти, ну будем говорить, поля орошения, или как их назвать, не знаю даже. Озера величия, назовем это так. Это все натекло здесь, здесь и здесь. Это не, не этот, не естественные водоемы, а то, что образовалось среди вот аварии канализации. За такой туристический налог смело можно вводить. Ни в одной стране мира сразу 7 фекальных озер не встретишь. Анна, ты россиянин. Позволь провести тебе небольшую экскурсию по городу нашему. Вот, а это значит у нас улица имени героя Великой Отечественной войны Марии Милентьевой, да. И вот на протяжении всей этой улицы стоят деревянные дома прошлого века постройки. Да, наверное, герой Великой Отечественной войны Мария Милентьева заслуживает только того, чтобы на улице, названной в ее честь, до сих пор в 21 веке стояли деревянные дома. Вот такие сараи, халупы. Вот мы идем, да, вот по этой самой нашей, как там, великой, могучей, с высокими технологиями в стране, ползущей из войны в войну каждые 10 лет. А где люди живут, вот в таких бараках, там еще, 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 и конца и края не видно. Да, и вот эта целая улица, вот прям в горку так, идешь, 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 вот, а самая великая, самая могучая страна, да. Улица имени героя Великой Отечественной войны. Видимо, для этого, вот, из-за этого боролись наши деды. Это ужасно, да. И конца и края деревяшков нет. Да, вот расцелить деревяшки денег нет, а на войну деньги есть, но. В нашей стране всегда наши деньги есть, на войну каждые 10 лет есть деньги, а деревяшки вести денег нет. И теперь СВО, наверное, для того, чтобы люди дальше, вот, в этих деревянных домах жили. Молодец, Бешенка. Чтобы страны НАТО эти лакомые деревяшки не захотели. Точно. Это так называемый 17-й кордон Якуска. Здесь примерно ничего. Где до сих пор живут люди. В мараках советских времен. Там, кстати, вот так, творец. Это машина, на которую товарищи депутаты приехали. Это нездешняя машина. Вышли здесь практически. Там, у нас нет арная точка. Единственное, куда складывают мусор, почти единственное. А вот это вот туалет, потому что канализации в этих бараках нет. Туалет системы сортир. Внутри я вам показывать его не буду. Ну, вы, наверное, можете представить, что там находится. Скорее всего, потому что крыша потекла. И вот так вот здесь живут люди. Вот, только когда вы все это смотрите, вы еще учитываете, что здесь месяца в треть зиму. Здесь почти полярная ночь. Какие гробы, а? Постыдные. Вот такая вот лесенка. Да, если вы купили в ничего, вот здесь внизу, где крепление садия. Прямо куда вы уходят. Вот, пожалуйста. Ну, да, вот возле окна. Тоже вы же дали посмотреть. Да, и запах у вас, конечно. Запахи. Не надо, не надо. Можно без запаха. Литовый воздух, это ум. В простой воду. Вся, весь поддон жавый. Мы режемся об эти углы. Соседи внизу мы тоже заливаем. Много раз приходили к наркотникам. Пытались что-то сделать, но встал. О, ужасно. Что, все не выкинуть, выкиньте все. Очень непонятно. О май гад, Репсень, это жесть. Ну, надо защищать кого? Ребят. Поэтому вы это... Вы так можете записать. Ну, а какие эмоции на вас выбросили? Какие эмоции? У меня одноклассника убили. Того убили. Какие эмоции? Ребят. А властик убили в Украине? Убили. Теста к человеку, да. Вообще не знаю. Они отправились туда как добровольцы, или что? Зачем? Для чего? Для кого? Водополь на крайнем севере. Делается такой колодец, и каждый день, перед тем, как коров спустится, спускается, пробивает, утечает лед, который нажает до сутки. Чтобы окончательно не промерзало, применяется такой метод. Первая крышка одевается, потом вторая крышка из того же коровьего навоза сделана. Балба. Это как бы двойной крышкой, и она по сутке просто промерзает, там, чуть-чуть, там, сантиметров, десять. Бывает еще лошадиные и оленые шкуры, да, закрывает? Ага. И снег, все это, снегом засыпает. И вот так идет коровая водополь. Обратите внимание, вымя закрыта, ну, так называемый коровий влечек утеплено, чтобы не отморозить вымя. Варвары, бей. Мариуполь, июнь, 24-магерин. Да, какие-то поля были. Бля, красавцы. Все порубили, по бульдозерам, поваламывали. Ну, скоты, блядь. Все уничтожается, все. Последний оазис был, народы. Что было у нас в Айюне. Целые районы здесь, здесь поле есть. Без канализации, без отопления, с угрюмными ямами. И никто эти дома не расселяет. Так люди и живут. Люди еще заставшие войну. И, например, я кричал из пенсионерки, она платит 50 рублей, чтобы ей два ведра воды с колонки принесли. Но не думайте, что государство забыло про этих людей. Вот, например, их поздравили с 70-летием победы. Айя. КОНЕЦ!